Я готов поспорить с вами, друзья. Когда вы увидели тему про пылесос в оглавлении нашего ролика, у многих сразу возникла мысль, да, мне этот контент не нужен, потому что даже браться за это не буду, это сложно. Великие умы придумывают такие штуки, правильно? Кто же их делает сам? Это же они стоят бешеных денег и так далее. В общем, сегодняшним роликом я развенчаю все эти мысли. Вы в конце поймете, как это просто, как это легко и как это полезно, то, что мы будем делать. А начну, собственно, я с котельной. Знаете почему? Потому что он будет тут висеть. В общем, когда я только планировал строительство нашего дома, когда только закладывал фундаментную плиту, у меня сразу была мысль, в этом доме будет центральная система пылеудаления. Плюс ее первое, это вся пыль наружу, за территорию дома. А второй плюс немаловажный, это шумность. То есть вы работаете и никакого шума нет. И третий, имея три этажа, всем девушкам, женщинам, в общем, таскать тяжеленный пылесос, это тяжеловато. Давайте будем честные, мужики, тяжеловато. Ну и, конечно же, ноу-хау. Поэтому еще в те годы, 2013 год, считай, 9 лет назад, у меня была мысль пылесосу в доме быть. Как быть цокольному этажу, так и пылесосу. Вот я так решил. Хочу дом, и эти две вещи там должны быть обязательно. Почему мы с вами сейчас в котельной находимся? Потому что вот там, вот там, в уголочке, вы видите торчащую из бетона трубу. Многие сейчас, кто уже имеет отношение к центральным пылесосам, сказали себе, ну, Денис, взял простую сантехническую трубу. Она же не антистатична, она 100% будет собирать на себя пыль и так далее. Вы правы. Вы правы, но это был 2013 год. Найти что-либо в регионе было нереально, и вот это единственная глупость, которую я совершил. Эта труба идет у нас в стенах, она залита прямо в бетон, и она на каждом этаже увенчивается вот таким вот разъемом. Это называется пневморозетка. У нее нет ответной части, вы ее сейчас увидите, я вам покажу. В общем, сюда будет втыкаться просто труба-пылесос, и он будет автоматически включаться, потому что будут замыкаться эти два контакта. При замыкании будет включаться пылесос. Казалось бы, будет когда-то что-то. Давай, показывай, Денис. Я с вами согласен. Пора. Сейчас свет выключу и все вам покажу. Я, конечно же, многое нашел на просторах интернетов, но собрать это все в кучу, понять, что откуда, тяжеловато. И я считаю, что была проделана грандиозная работа. С ней я вас сегодня познакомлю. Ну и давайте, наверное, чтобы этот ролик увидело как можно больше людей, как можно больше людей по импортозамещению смогли себе импортозаместить эти самые пылесосы. Ну и вообще сделать в своей квартире ноу-хау. А поставим лайк и напишем какой-нибудь небольшой комментарий. Ну хотя бы там из 4-5 слов, как обычно. Да-да-да, еще момент. Кто-то сейчас скажет. Реклама. Все, уходим. Не реклама. Ребят, здесь пылесос из программы «Сделай сам». Поэтому остаемся и смотрим. Наш ролик будет сегодня разделяться на две части. Это будет техническая часть, в которой мы соберем сам каркас. И это будет электронная часть. Сейчас я быстренько пробегусь. В описании, наверное, под роликом я полностью распишу, что нужно для этого и в каких количествах. Но здесь вы уже можете что-то понимать. Так, начнем отсюда. Вот это крепление, смотрите, вот с таким вот профилем. Это резинка багажника или капота отечественного автомобиля ВАЗ-21, допустим, 99. Дальше я взял черный колер и взял грунтовку, потому что она имеет все-таки матовую поверхность и будет смотреться интереснее. Взял несколько дисков, болты на 120, восьмерка, шайба усиленная к нему, и болты на 30, тоже восьмерка. Их здесь в районе 25 штук. Двенадцатых болтов всего три. Объясню дальше зачем. Это крепление будет для корзины и крепление верхнего капота. Заклепки, тоже покажу для чего. Заклепки на 40 и высота самая минимальная 8 мм. Пилки по металлу, шайбочки на 40, это вот для этих заклепок, чтобы крепче было. Гайка на 8. Потом уголки, они нам нужны будут для стен, для пылесоса не сильно, но вот этот пойдет, кстати, в сам пылесос. Я нашел вот такие вот колонки, бывшие крышки от колонок, они нам пойдут как вентиляция. Потом крепление на стену 50-й трубы. Вот эту штуку я взял для зачистки, тоже покажу каких мест, но это уже будет на каркасе. И малярный скотч для покраски. Собственно, вот эта часть нам нужна для того, чтобы собрать наш пылесос, собрать всю конструкцию. Есть еще кое-какие моменты, которые на улице, потом поймете. Я про них тоже расскажу. Они будут сделаны своими силами, потому что я просто не нашел металлическое ведро из-под краски 10 литров. Но если вы его найдете, вы можете использовать его. Вы дальше увидите в видосе, я там буду варить из металла кое-какую штучку. Ее можно взять просто 10-ти литровую из-под краски размерами 30 на 24. Дальше взял вот такое ведро. Было много вариантов строительного ведра, но вот это ведро на 20 литров высокое. Очень хорошо подходит. Дальше бочка на 50 килограммов продается. Да их везде на Авито продают. И вот это ведерко мне было достать не так легко. Вместимость 25 литров, идеевская. Мне пришлось ее заказать. И так вышло в полторы тысячи. Оно очень классно подходит по габаритам к нашей конструкции. Короче, вот если вы эти три вещи найдете, то процентов 40 успеха мероприятия по пылесосу уже за вами. Точно. Вот. Как я говорю, у меня нет гаража, у меня нет мастерской. У меня есть не весь инструмент. Поэтому, в принципе, мы с вами на равных. Если у вас еще и гаражи есть, то вообще можете смело это все начинать. Я думаю, это одна из самых дорогих устройств в нашей конструкции. Вот видите, там два контактика. Вот при замыкании их у нас будет происходить то, о чем я и говорил. При замыкании этих контактов, вон они они, у нас будет включаться пылесос. А чтобы он включался, нужна электрика. Низко точная. Чтобы 220 там, не дай бог, не шарахнуло никого. Это все должно, вот это мощное должно преображаться в что-то маленькое. Вот эта штука тоже можно отнести к электрике. Этому я сегодня только забрал. Парнишка на Авито мне помог с 3D-моделированием. Если нужна будет ссылка, тоже потом напишите. Я вам ее дам, где взять прям эту модель на печать. Вот. Так, все. Что-то я в электрику уже полез. Не хочу я в нее сегодня лезть. В нее мы полезем завтра, в следующем ролике. Потому что у вас как раз время, пока уйдет на сборку каркаса, а я подготовлюсь по электрике. Вот. Братцы, еще знаете какой момент? Я не знаю, с чем это связано. Короче, я сапожник без сапог, блогер без голоса. Представляете? То ли на основе того, что сейчас с этими последними событиями волнение какое-то идет в организме. Там ютубы отваливаются, всякие эти приваливаются. Много разных моментов, в общем, в стране происходит, в мире. Что-то вот со связками. Короче, пропал голос. Подскажите, может, советы какие-то есть, с чем это может связано? У меня одна мысль на нервной почве, но все равно поднервничать. Тем более, как вы знаете, я уже 4 месяца без капли алкоголя решил вот просто завязать с этим делом и все. Появились такие небольшие подкашливания. И у меня по ощущениям, что связки я порчу именно этим. Но это не точно. Если у кого-то есть какие-то мысли, может, кто-то среди наших зрителей, доктор, врач, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Все, начинаем работу. Буду много показывать и что-то буду комментировать по ходу. Все, поехали. Продолжение следует... 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 итак друзья первое с чего нужно начать нам сегодня это изготовить все металлоконструкции все пластиковые конструкции нашего пылесоса внутри будет находиться конусная емкость по которой будет пыль сваливаться в главный отсек главный бак мусорный собственно которой идея 25 литров только что вам рассказывал он будет устанавливаться снизу дальше нам нужно установить ведерко 10 литровая сейчас я его буду изготавливать своими силами потому что я не нашел 10 литровая ведерко в магазине вы же можете просто найти из подкраски любой вариант 10 литров то есть размер у него будет 30 сантиметров высота и 24 сантиметра ширина вот так как я его не нашел я буду сейчас варить сам из металла далее нам еще надо будет сегодня сделать специальный мешок для мусора который будет не пускать пыли в двигатель вот это тоже мы с вами изготовим ближайшее время но сейчас мы будем все это дело сваривать и готовить к покраске то есть основную задачу сделаем покрасим после чего покрасим снаружи и начнем уже фаршировать это все электроникой я вам это все показываю вы это все смотрите и собственно по дороге я буду рассказывать а и Продолжение следует... 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 На, Жень, мешай, я пока подготовлю аппарат Оставляем небольшой непрокрас Для того, чтобы знать, сколько у нас мусора накопилось в ведре Красиво хочется оформить, чтобы как будто это фирменный вариант был Вы сейчас видели, как мы загрунтовали оборудование снаружи и внутри А это будет внешний цвет Я уже второй бутылек лью, а черным не становится Обезжиривание – это очень важный процесс Вот так, вот так, вот так Продолжение следует... И вы мне не сказали, братцы, ну я уверен, что вы-то все это видели, вы видели 100% и не сказали, да? Бочка готова, покрашена, ну как ее вешать на стену? Короче, вот это изделие должно было быть приварено, и я его забыл сделать в общем и в целом. Вот тут она будет стоять. Приварить ее не буду, буду теперь ее прикручивать. Когда что-то изобретаешь, обычно так, что-то забудешь, что-то не забудешь, забыл. А, смотри, вот брызнул туда, и вот какой выхлоп. То есть получается пыль в основном будет приходить вот в это место, здесь будет стирать. Значит, хорошо, что я здесь дополнительно еще шортнул. То есть вот пролетает пыль и сюда бьется. Потом крутится и в конус, и в ведро. Я думаю, это не сильно помешает вот здесь две вставочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА